Всем привет! Это рубрика «Инородное мнение», в которой я задаю людям всего один вопрос. Мы находимся в торговом центре Балтия Молл, за что огромное спасибо руководству этого шикарного места. Подведем итоги конкурса из прошлого выпуска, где нужно было описать 2020 год одним словом. Победил, по моему мнению, вот этот вот комментарий. Нуржан, тебе, во-первых, здоровья, ну и касать твой. Ну а сегодня мы вернемся в детство и вспомним, у кого какое было прозвище, погоняло, кликуха, в общем, кто как называл это креативное явление. Поехали! Как раз вы уже навеселе, в принципе, вам что угодно можно вкидывать, будет уже смешно. Мы просто вайнеры. О, классно, мы почти коллеги, получается. Мы просто вайн снимаем. Да, очень круто снимаем. Тему, скажите просто тему, чтобы мы стырили у вас эту идею и тоже сняли. Да сейчас. Понял. У всех в детстве были прозвище, кликухи погоняло. Какие у вас были прозвища? Трава. Почему? Потому что у меня фамилия Травицкая. Трава, Травушка. Это иди, я сейчас про свои расскажу. Сначала обижалась на него, а потом вроде как прошла во вкус. Как вас зовут? Алена. Прикиньте у кого-то в телефоне просто книжки «Алена Травка» написано. Не, не, это вряд ли. Так, какое у вас было прозвище, если оно было? Жиро-мясо-комбинат. Серьезно? 100 килограмм весело. Охренеть. Да. Непокрытая. Самая главная. Это фамилия у него такая, непокрытая. Короче, повезло вам с фамилиями. Вообще. А что вы придумывали тем, у кого были фамилии типа Иванова, там, Петрова? Это коротко, Лошара. У тебя было какое-нибудь прозвище какое-нибудь прикольное? Нет, не было. У нас был такой пухленький мальчик, мы когда играли в футбол, он носил, получается, кроссовки Пума, его прозвали Пумба. Но это хитро на самом деле, то есть как бы Пумба вроде как из-за овеса, но когда он типа обижался, такие, ну это же типа из-за кроссовок, брат, только из-за этого. Помните, какие у вас были прозвища в детстве? Афганистас. О, потому что зовут Стас, да, Афганистас. Наоми Кэмпбелл. Серьезно, тебя так называли? Нет, это я прикалываю. Ну, у меня, мне кличик дофига, я не знаю. Ну, какое-то самое топовое выбери, которое как-то оригинальное было у тебя. Да жижа, я не знаю, там Хлюпик. А вот мы вспомнили, какое прозвище было у Сани. Хлюпик? Не, не, не. Это заявочка. У тебя есть какое-то прозвище какое-нибудь? Да, Кулебяка по фамилии. Курбека у меня фамилия, и все меня Кулебякой называют. Еще Сгущенкой была. А у меня Адиковская кофта была. Она такая в цвет Сгущенки Гостовской. Как ты меня еще называл? А, Дашка Холдер. В детстве ничего не было, никак не называли. Типа Шпала там. Какое у тебя было прозвище в детстве? Ромашка. Потому что тебя зовут? Андрей. Андрей? Да, а просто была Ромашка. Потому что, наверное, по лепесткам все это. У кого-то во дворе было, может, у друзей у кого-то? Что-то такое самое какое-то лютое прозвище. Клоп. Клоп? Да, он был маленький такой парень. Такой прям, как ты показал? Вообще вот такой вот. Маленький-маленький. Какие у вас были прозвища в детстве? Помните? Ну, когда я играл в футбол, говорили Месси. Опа. Вот так, да. Потому что у меня были волосы длинные. Только из-за этого, да? Только из-за волос? Только из-за этого. Называли всегда, что кто носил. Розовые кто-нибудь носил из пацанов? Откуда мы сами родом, там вряд ли розовые. Розовые там, это очень плохо. У всех же были какие-то погоняло. Там по фамилии или какой-то зашквар у кого-то какой-то был и все. Соня Сквозняк. Соня Сквозняк. Соня Сквозняк. Не будем уточнять, да, почему? Просто у нее дома сюда окна открыты, скорее всего. У всех в детстве были прозвища, погоняло, какие-то кликухи. Какие у вас были погоняло? Корейский школьник. Корейский школьник? Похож на него просто. У девчонок какие-то есть погоняло? Свинтус есть. Свинтус есть? Твоя девушка? Нет. Для девушки вообще идеальное прозвище вообще. Отлично. Не обижается она, наверное? Немного. Какие у вас были прозвища в детстве? Сейчас до сих пор базик. От фамилии. Да, блин. Все говорят от фамилии. Подругу называли Антон, ее зовут Тоня, называли Антон. Может, просто вы про нее что-то не знаете? Может, типа Антон там больше подходит? Какие у вас были прозвища? Ржавый. Ну, можно даже не объяснять, мне кажется. В принципе, у тебя какое было прозвище? Инопланетянин. Почему? Ну, он вез себя странно. Сейчас нормально себя ведет? Не очень. Сейчас тоже странно, маску надел зачем? Да. Непонятно, зачем. Какое прозвище было у вас? Порш? Да. Ну, это никак не связано с машиной, скорее всего, да? Нет, не связано. Фамилия? Да. Какое прозвище было у тебя? Блин, не было, наверное. Континый. Он Континый. Так и называли. Да, у тебя, может, какое-то прозвище было? Шнурок. Блин, только не говори, что фамилия. Потому что очень худая была, нет. Потому что очень худая была в детстве. Больше не Шнурок, получается? Походу, нет. У кого-то вообще из друзей, может быть, не у вас, у знакомых было прям очень смешное, лютое какое-то прозвище. Я вырос в деревне, у меня было такие прозвища, я сейчас начну говорить. Давай, перечисляй просто. Дождь пойдет, короче. Ну, перечисляй просто. Бреган, Линары, Старый, я хуй знает. Другу было прозвище Кастрюлькин. Потому что он думал, что он вампир и носил реально кастрюлю на башке, но молясь в столбовую. Кастрюльки. Это не тот же человек, у которого типа Порши, Кликуха была, нет? Нет, нет. Про того речи. Его фамилия... Традиционно заканчиваем выпуск конкурсом. Пиши в комментариях, какое прозвище было у тебя или, может быть, у твоего знакомого. Обязательно нужно объяснить, почему именно такое прозвище было. Автор самого веселого, креативного комментария получит Штукарь. Это рубрика «Народное мнение». Пока! Субтитры создавал DimaTorzok